Всем привет! С вами опять Дайвинг без границ. Сегодня хочу поговорить о фонарях, о подводном свете. Вопрос такой очень непростой, тема очень широкая, ее рассмотреть в одном видео не получится, тем более фонарей существует огромное множество, и я не смогу рассказать о всех. Поэтому давайте поговорим именно о фонарях для обычного рекреационного дайвинга, который используется для ночных погружений или для погружения, когда надо что-то подсветить. В принципе, в дайвинге фонари лучше используют всегда. Традиционно в наших обзорах мы никогда не рекомендуем какие-то конкретные марки, бренды, снаряжения. Выбор всегда за вами. Мы говорим только о параметрах, которые должны повлиять на вашего имя. Итак, какие типы фонарей бывают? Фонари делятся по типу корпуса. Это компактный корпус, типа такого, когда и источник света, и аккумулятор, источник питания находятся в одном корпусе, и канистровые фонари. В канистровых фонарях источник света отдельно находится от источника питания, то есть источник питания находится в канистре, собственно, откуда пошло название, И отдельно головка световая, к сожалению, у меня под рукой нет Вот на картинке сейчас я вам покажу, как это выглядит А мои фонари канистровые оказались сейчас все в ремонте Дальше, по типу источника света фонари разделяются Есть фонари с источником в виде лампы накаливания Устаревший вариант практически невозможно сейчас встретить в продаже Фонари с галогеновой лампой, тоже достаточно редкий вымирающий вид уже И самые распространенные на данный момент с светодиодами Светодиодные фонари с источником света в виде светодиода Вот у меня тут достаточно много лежит фонарей Это не светодиод, это все мои фонари и все они светодиодные Да, тут тоже Да, и даже вот этот фонарик светодиодный Еще одной градацией фонарей является область их применения Есть фонари, которые применяются просто для дайвинга Есть фонари, которые применяют в пещерном дайвинге Там свои условия Есть фонари, предназначенные для глубоководного дайвинга Есть фонари для подводной охоты Есть фонари для фотографии, для видеосъемки И есть сигнальные фонари По типу луча фонари различаются на Фонарь с узким лучом, фонарь с широким лучом То есть у меня есть вот этот фонарь с узким лучом Я потом покажу отдельно, как это выглядит на стене, например, когда я свечу Есть с широким Видите, да, немножко разница есть Если взять фонарь с узким лучом и с широким Этот с узким, этот с широким Фонарь с переменным углом То есть смотрите Тут можно, двигая часть отражателя, менять угол Импульсные – это стробоскопы И сигнальные – это химические источники света, например Которые просто обозначают какое-то место И как такового они освещения особого не дают Отдельным сегментом стоят фонари для подводного видео Они имеют очень широкий луч Они достаточно мощные Ну и еще есть вспышки для подводной фотографии Тоже это импульсные источники света Но тоже очень мощные По типу питания То есть фонари у нас какие бывают Есть фонари, которые работают от обычных батареек Сейчас я посмотрю, есть ли они тут вставлены Вот Четыре обычных батарейки типа АА в этом фонаре Которые у нас называют пальчиковыми Есть фонари, которые работают от аккумуляторов Вот у меня Собственно, все прекрасно знают, как аккумулятор выглядит Вот Аккумулятор Еще фонари разделяются по цвету То есть цвет излучения На самом деле это зависит от температуры излучателя Бывают с холодным цветом фонари Бывают фонари так называемого дневного света Это теплый, такой ближе к желтому Бывают красного света Бывают ультрафиолетовые специальные фонари И бывают комбинированные Где у фонарей есть несколько источников разного цвета Которые выдают свет По размещению Есть фонари ручные Есть фонари, которые размещаются Например, на маске Вот этот фонарик крепится на ремешок маски И есть фонари, которые крепятся на шлем Шлем я сейчас вам тоже покажу Например, вот эти фонари я креплю на шлем Вот мой шлем, который я использую для пещерных погружений И вот эти фонарики я креплю на него Ничего сложного, никаких хитрых особо креплений Обычные резинки, так называемые банджи Венгерка Просто продеваю в отверстие шлема Вот так вот креплю фонари Очень удобно Плаваю Надо включить Включил Я на шлем на свой креплю три фонаря Вот, ни один из них не является основным светом Но, тем не менее Достаточно удобная И простая конструкция Шлем, кстати, как видите Это не какой-то там особый специальный шлем Обычный шлем для водных видов спорта купил Для сплавов В принципе, я думаю, любой вообще пойдет Убрал из него пенопластовый наполнитель Который давал ему бешеную плавочесть И вот использую Кстати, намного дешевле, чем купить специальный Как вы купили Еще фонари разделяются по материалу корпуса Вот, смотрите Вот фонарь Кстати, это фонарь фирменный Производитель Крэйси Есть сейчас такие же фонари Китайские, очень распространенные Стоят что-то в районе 5 долларов на Алиэкспресс Вот Но даже, как видите, даже этот фирменный Хотя, скорее всего, этот фирменный фонарь Ну, естественно, не скорее всего Естественно, он также произведен в Китае Видите, металлический вот этот металл Нержавейка лопнут Да, даже вот этот фонарь Который считается фирменным изделием И то не выдержал легкой эксплуатации Ну, и кроме того Тут еще куча к нему замечаний Собственно, по качеству нержавейки По прочим другим параметрам Да, по времени работы По тому, как он светит В общем, но Пластик, вот эта вот ручка пластиковая Очень-очень надежная У меня уже есть несколько фонарей У которых пластик этот просто треснул От эксплуатации Никаких-то там ударов Их не раздавили Просто во время эксплуатации Со временем трескается Есть фонари В металлических корпусах Из какого-то алюминия Или алюминиевого сплава Сделаны Вот я предпочитаю именно такие И есть еще фонари Встречаются с корпусом из галлина Достаточно толстый пластик Тоже качество отличное Никаких нареканий к этому материалу у меня нет Работает фон тоже прекрасно На любых типах погружения Собственно, почему я заговорил о материале Из чего сделано Фонари также разделяются по глубине использования Есть фонари, которые можно использовать Примерно до 50 метров И глубже 50 метров Так вот, все пластиковые фонарики Которые сделаны из такого Дешевого материала китайского Они, как правило, очень-очень ненадежны Потому что эти корпуса Но они литые, это видно Вот, прочностные характеристики У них при высоком давлении Очень низкие Внутри, как вы понимаете, воздушная полость И под давлением идет деформация Фонари как текут, так и трескаются Поэтому для глубоководных погружений Даже не стоит рассматривать Я бы не рассматривал их вообще Их даже для погружения На глубины до 30-40 метров Чисто поплавать на небольшой глубине Мои фонари Которые я как-то считаю использую Тоже, собственно, китайское производство Даже не знаю, что за бренд этого фонаря Честно говоря, нашел его под водой Я его использовал многократно Для глубоководных погружений До 150 метров глубины Работает отлично Так же, как и этот Одна особенность, которую я всегда смотрю На которую я всегда смотрю Когда выбираю свой фонарь Способ включения Я предпочитаю, чтобы все мои фонари Включались вот подобным образом Как вот здесь кнопочка То есть это бесконтактный включатель Там магнитный включатель Бесконтактный То есть вот эта кнопка Она абсолютно никак не соединена С внутренним объемом Там просто на конце этой кнопочки Магнит, который, собственно, и замыкает контакт Что очень хорошо То есть через эту кнопку Ничего протечь не может Либо вот такой Такого типа включатель Рычажочек Вот Еще один момент На который я обязательно смотрю Как крепится стекло То есть как исполнена, собственно, световая головка Вот здесь вот, как видите Стекло, оно не съемное То есть оно не прижимается Какой-либо гайкой снаружи У меня достаточно много фонарей было Которые я выкинул Целый пучок, там штук шесть их было Это был самый популярный фонарик Китайский, который появился на рынке Наверное, светодиодный один из первых Вот так вот он выглядит Как на этой картинке Как видите, у него в световой головке Есть гайка, которая прижимает стекло Так вот, все эти фонари Рано или поздно у нас затекали И все фонари, которые Вот с подобным типом Крепления стекла Все они у нас затекали Огромное количество всевозможных модификаций С разными стеклами Вот именно вот эти Всевозможные дешевые китайские фонарики На сафари у нас не было случая Чтобы два-три свежекупленных фонарика Не затопились Также все фонари подразделяются по времени работы То есть в среднем обычный фонарик Для подводного плавания Вот такого вот компактного типа В который использует один аккумулятор 18650 И светодиод В мощности цветового потока Где-то порядка 200 имен Ну, честно, 200 имен Он работает где-то в районе полутора часов Ну, естественно, все это зависит от производителя От качества От типа светодиода Но, тем не менее Канистровые же фонари способны работать 3, 4, 5, 6, 8 часов Все зависит от размера канистры То есть это емкости канистры Ну, естественно, от мощности света Также понятно, как уже из вышесказанного Фонари различаются и по мощности Мощность может быть абсолютно различной И если вы выбираете себе фонарик на Алиэкспресс Не смотрите на то, что там написано Там информация дается просто, мне кажется, просто от балды То есть на фонарике, которым написано 8000 люмен На самом деле при тесте ты его сравниваешь И он светит примерно, как фонарик на 250 люмен То есть китайцы никак не отвечают за ту информацию, как правило Которую дают о своих фонарях В то же время отечественные производители, например, фонари Или европейские хорошие бренды Они указывают реальную мощность своих фонарей Поэтому ориентироваться достаточно непросто Есть смысл доверять информации от проверенных источников Которым я причисляю производителей отечественных И европейских производителей И не доверять информации, указанной на Алиэкспресс Давайте немножко поговорим вообще Для чего нужен, собственно, фонарик в дайвинге Фонарик, он нужен для того, чтобы подсвечивать что-то В условиях плохой видимости И для того, чтобы подсвечивать Нам не нужен супер мощный фонарик 200 люмен, честных 200 люмен Более чем за глаза То есть я выбираю фонари с мощностью от 200 до 400 люмен При этом у них получается достаточно большое время работы Я не люблю плавать под водой ночью, как днем То есть никакого в этом удовольствия нет И плюс очень яркий свет, он пугает живность Многие подводные обитатели вообще болезненно реагируют на яркий свет Если вы видели, если, допустим, посветить на те же морские лилии Или на гаргонии То они начинают сворачиваться То есть им этот мощный свет очень неприятен Поэтому, ну и опять же, любые подводные обитатели Мы их слепим очень ярким светом Они от нас стараются спрятаться Они видят яркий свет издалека, поэтому прячутся заранее Поэтому никакого смысла в очень ярких источниках света В ночном дайве я не вижу Для каких-то специальных погружений Для пещерных погружений, для подводной охоты Для погружений в затонувшие корабли Там есть свои требования Но мы сейчас говорим просто о дайвинге В частности, о ночных погружениях Или погружениях в плохой видимости Еще одним положительным моментом При выборе фонаря невысокой мощности Является более длительное время его работы При соизмеримых размерах и используемых аккумуляторах Далее Какой выбирать источник света? В данный момент однозначно рекомендую ЛЕТ светодиодный источник света Да, в некоторых случаях галогеновые источники выигрывают Но они менее компактны, более энергозатратны И я не видел, честно говоря, галогеновых компактных фонарей То есть только канистровые Поэтому для обычного рекреационного дайвинга Я считаю канистровый фонарь просто избыточным и ненужным Еще немного касаемо канистровых фонарей То, что я считаю их избыточными для рекреационного дайвинга Не означает то, что это плохие фонари Но просто в настоящее время Прогресс в развитии аккумуляторов достиг того уже порога Когда нет необходимости делать большую канистру Вполне возможно фонари мощные С измеримыми параметрами времени работы Делать компактными И, собственно, объединять канистру со световой головкой Что сейчас с успехом многие производители и делают Тем самым избавляя от нас от лишних точек отказа И от лишних точек зацепы В виде провода, который идет от канистры к головке Кстати, еще один из способов крепления фонарей на руке Это так называемая рукоятка Гудмана Или ручка Гудмана Вот так она выглядит на картинке Кстати, очень удобное устройство И для больших фонарей с достаточно широким, большим диаметром корпуса Очень удобно, я рекомендую использовать именно ручку Гудмана Для более тонких фонарей существует так называемая эластичная рукоятка Гудмана Ну, на самом деле, никакого отношения на Гудмана не имеет Это просто на руку надевается что-то по типу перчатки На которой имеется эластичное или жесткое крепление для самого фонаря Ну, насколько такое удобно Честно говоря, тут два Есть как бы два момента Есть плюс то, что очень плотно сидит на руке И точно не потеряете И не надо никуда вешать То есть если мешает То есть если надо что-то делать Вы можете этой рукой свободно работать Никакая рукоятка вам не мешает и ничего не упадет Но, с другой стороны, это все-таки не дает возможности избавиться от фонаря Когда вы работаете, например, с какими-то веревками Или если вы попали куда-то в сети Когда вам лишняя точка зацепа совсем не нужна Вот вам бы снять фонарь и убрать его в карман Чтобы он не мешал Или повесить его хотя бы на подвеску Чтобы руки были свободны и ни за что не цеплялись А здесь вы это сделать не можете Ну или потребуется просто больше усилий Вот, в принципе, для рекреационного дайвинга Я часто использую такую ручку В Красном море вообще очень удобно Такая перчатка На которую у меня крепится фонарь Но есть еще одно но Фонарь должен быть не длинный корпус Потому что если длинный корпус Да, вот у вас здесь будет фонарь Если будет корпус длинный При работе рукой у вас будет корпус упираться То есть, когда работаете кистью Будет упираться вот в руку Это очень неудобно Далее Фонарь, идеальный фонарь Должен быть сделан так Что он может использовать как простые батарейки Так и аккумуляторы Просто бывают такие условия Что нет возможности зарядить аккумулятор И в этом случае запас обычных батарей Которые можно купить в любом ларьке В любом магазине В любой стране мира Будет просто спасением в этом случае Но, к сожалению, не так много фонарей Которые на это способны Далее Как я уже говорил Металлический корпус И изолированный Включатель Вот Плюс Плюсом любого фонаря Будет хорошая система гидроизоляции Вот смотрите В моем фонаре Три уринга Если вам видно Раз, два, три Три уринга Что в принципе Очень хорошо Этот фонарь со мной нырял Неоднократно глубоко На глубины До 150 метров Ни одной протички Ни этого фонаря Ни подобных фонарей У меня не было ни разу Дальше Обязательно Чтобы не был фонарь С поворотным Типом включения Многие производители Экономят Чтобы не ставить Отдельный включатель Самым дешевым способом Было бы просто Включение С закручиванием корпуса Под давлением На больших глубинах Это Очень сделать Непросто Или невозможно То есть на глубине 60 метров Вам точно Не получится Включить Но так как мы говорим Даже о Рекреационном дайвинге Там таких глубин нет Но Поворачивая фонарь Под давлением На глубине Чтобы его включить Вы Даете Очень большую Нагрузку Собственно Уплотнители Чем можете Их вывести Из строя Фонарь может Просто затечь Сколько Надо иметь Фонарей Ну как минимум Два Всегда должен быть Один основной И один запасной Фонарик Для технического Дайвинга Их должно быть Три То есть два Запасных И один основной Это как минимум Минимальное Время работы На максимальной Мощности Этого фонаря Желательно Чтобы было Не менее чем В два раза больше Чем время Вашего погружения То есть если вы В среднем Рассчитываете Погружаться По часу То ваш фонарь Должен работать На максимальной Мощности Как минимум Два часа Если будет работать То фонарик Начинает гаснуть Медленно Медленно Анимулятор О чем еще Хотелось бы сказать Как крепить Фонарик Вот смотрите У меня Все фонарики Оборудованы Карабинчиками Которые Крепятся Подвески Фонарь Я креплю На подвеске Вот у меня С обвеской За Д-кольцо И две резиночки На стропе Которые Я Фиксирую Фонарик Вот так это выглядит Вот так вот Видно Да Вот так вот Фонарик Закреплен На подвеске Либо Я Запасной Фонарик Бывает Что Храню В кармане Но тоже Пристегиваю В кармане К Д-кольцу Карабин Но карман Это не самое Удобное место Потому что Если у вас вдруг Фонарь вышел из строя Чтобы достать его Из кармана Вам надо Сделать Больше движений И займет это Немножко больше времени Чем Просто Во-первых Сразу можно На подвеске Вы включите У вас уже появится Источник Какого-то света И Снять его Отсюда Быстрее Да Еще бы хотел сказать По поводу Почему карабин А не веревочка Веревочка Вот которая Петля Которая на руку Одевается Вещь Вещь Очень Ненадежная Очень часто Я очень много Фонарей на самом деле Нахожу во время Погружений И все они Потеряны Либо При входе И выходе Из воды Когда веревочка Слетает у вас С руки Вот эта вот петля Либо во время Плавания Люди теряют Точно то же самое Потому что Фонарь Не закреплен надежно Карабин Крепит фонарь надежно Когда вы плаваете И держите его В руке Если вы считаете Что веревка Удобна тем Что вы можете Его отпустить Он повиснет у вас На веревочке Ну это На самом деле Я думаю Заблуждение Потому что Прицепить карабин К Д кольцу Это дело Одной секунды Никакого времени Это не требует Но с карабина Он точно не уйдет А вот с веревочки Если петля Послабо Он у вас Легко упадет И вы его потеряете Ну и Наверное Одно Из самых главных Правил Использованных Фонарей Про которые Я хочу сказать Как бы Напомнить Всем дайверам Ребята Мы включаем И выключаем Фонарь на суше Очень просто Включили Только после этого Заходим в воду Почему Все очень просто Если вы прыгнете В воду С выключенным фонарем И он у вас упадет Вы его под водой Не найдете Включенный фонарь Даже если он упал На дно И если До него Можно опуститься Вы его всегда найдете Потому что Его видно Ну На этом у меня все Я с вами прощаюсь Спасибо что Смотрите наш канал Спасибо что Подписываетесь Не забывайте Подписываться Комментировать Ставить лайки И Если Какие то у вас Есть вопросы Просьбы Пишите Не стесняйтесь Будем делать Видео На эту Тему Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok